Крымские энергетики с 3 декабря отключили систему передачи информации с полуострова диспетчером Укрэнерго. Об этом сообщил советник украинского премьера, экс-руководителя этой компании Константин Ущаповский. Сообщает Интерфакс Украина. К сожалению, сейчас у нас нет объективной информации относительно состояния энергосистемы на полуострове. Крымские энергетики в среду выключили всю систему телеинформации, которая передавала данные диспетчерам Укрэнерго. Также он добавил, что через энергомост, который 2 декабря открывал Владимир Путин, сейчас передается около сотни мегаватт. При суточной потребности Крыма в 1200 мегаватт. Напомним, принять значительные мощности АТРФ и распределить их по Крыму можно только после сооружения дорогостоящей инфраструктуры. Ее Россия собирается строить до 2018 года. Обращаю внимание еще раз на то, что много нового оборудования задействовано. И нужно, если это будет сбой, не нервничать спокойно, ритмично, наводить порядок, все приводить в нормативное состояние. Но желательно это делать быстро, так, чтобы люди чувствовали изменения к лучшему. За несколько часов до пробного пуска энергомоста в Керчьи люди перекрыли одну из оживленных улиц города. Пять суток, 19 многоквартирных домов и частный сектор были совсем без электричества. Затем стали включать свет всего по два часа в сутки. И то ночью, сообщает издание Керчьи ФМ. Часть этих домов не подключена и к газу. Люди даже себе не могут погреть чай. Подо мной живет вдова ветерана войны, она себе кружку чая греет на свечке. Это ненормальная ситуация. Когда мы обращались к начальству, нам сказали, люди нам не важны. Нам важна железная дорога. Зачем глава страны-агрессора приезжал лично делать пробный пуск, объяснил заместитель начальника Центра исследования России Александр Самарский. Все это делается для личного рейтинга. Даже если с мостом будут проблемы, то виноваты окажутся нерадивые работники, считает он. Также показная заинтересованность решения этой проблемы должна создать для крымчан видимость того, что глава России волнуется и старается решить все вопросы. Не будем забывать старое и известное. Царь батюшка хороший, а бояре у него плохие. Вот эта схема абсолютно четко работает и будет срабатывать в Крыму. Первый, кто окажется виноват, это будет не Путин. Путин сделал все, Путин нам дал, Путин вот. А вот местные разокрали, коррупцию не то завезли, не подключили и так далее, и так далее, и так далее. После помпезного подключения силового кабеля изменения заметили в Керчи, Феодосии, Нижнегорском и Кировском районах, частично в Симферополе. В Ялте без изменений отмечают местные жители. То же самое и в Севастополе. Там оккупационные власти сформировали заявку в правительство РФ на получение дополнительных источников питания. График остается прежним. Севастополю выделено для потребления не более 85 мегаватт. Сколько будет добавлено в ближайшее время в связи с запуском энергомоста, пока неизвестно.